Штана какая-то слипшаяся вся. Что такое? Опять открывать! Ненавижу открывать! Сидят они прекрасно, на самом деле. Он всё разбросал. Дэнь! Иди, покажи, с чем ты идёшь. Ой, сына пришёл! А чё это у тебя в руках? А ну, покажи! Эй, ну, бери! Ну, вот, чё он в руках нёл. Привет, мои хорошие! С вами Селена Свеи. И сегодня у нас будет фикс-прайс! Два огромных пакета. Но, к сожалению, Дэня всё перемешала. Оно всё выпало. Потом я всё позакидала по-разному. Поэтому, короче, буду показывать просто вам всё вместе. И первое, что я покажу, это вот такая кофточка с фикс-прайсом. У меня есть такая коричневая. Может быть, вы видели мои видео. Смотрите, какие серёжки длинные. Офигенные. Вот, кстати, я подумала о том, что... Почему в фикс-прайсе нету ещё это? Скажите, Дэньке идут цветы, да? Так она будет мама потом поздравлять с каким-нибудь праздником. И ещё купила такую же чёрненькую кофточку. Потому что мне они действительно очень нравятся. Мне очень нравится вот эта вот штучка, да? А если одеть, например, лифчик... Единственное, что здесь немножко, видите, заужено. И если вы одеваете лифчик, то проходят бретельки так. Поэтому нужно обязательно с прозрачным одевать, да? Либо по цвету лифчик должен быть одинаковый. Тогда будет интересно здесь две полосочки проходить. Но если грудь ещё вот так вот приподнята, то очень красиво вот в этом вот очень смотрится сексуально. Грудь, ну, как бы так, девочки, не маленькие, да, а которые вот уже постарше, ну, мне очень нравятся, да? И плюс чёрная. Короче, у меня есть серая, чёрная и коричневая теперь. Дальше я покажу вам трусики, которые я взяла. Они абсолютно новенькие, видите, я их не пользовала ещё. И мне очень понравилось... Не трогай, зайчика, не снимай. И мне очень понравилось здесь вот эта вот надпись. Такая здесь... Ай, Дэн, ты поцарапал меня цветами! Шипованные розы. В общем, вот такая надпись. Очень мне понравилась вот такая красота. Они такие розовенькие, классные. Размер 42-44. 95% хлопка и 5% эластана. То есть для того, чтобы они, наверное, тянулись. Сидят они прекрасно, на самом деле. И это мой прям размер. Очень классно, нигде ничего не давит. Всё везде тянется замечательно. Если свой размер взять, то будет замечательно. Это новые трусики, кстати. Ещё я таких не видела. Дальше, естественно, взяла вот такие Белла попробовать. В общем-то, дышащие прокладочки. Сейчас скажу. 40 штук, одна капля. А сейчас скажу, насколько они тоненькие. Ой, нихрена они не тоненькие. Вообще, такие можно и во время женских дней ходить. Но это Белла. Ладно. Пусть будут. Пригодятся как раз-таки. Дальше, что я решила купить? Вот такую штуку, кстати, решила купить. Да. Потому что, когда нужно убрать шерсть. У меня, тем более, сейчас плед большой белый. Он сейчас в стирке. И когда шерсть от белого, да, на чёрном. А я сейчас, у меня очень много чёрного зимой. Очень, короче, ролик для очистки одежды. Очень классный. На, держи. Ещё решила приобрести вот такую вот вещь. И у меня уже есть такая вещь. И на самом деле они очень классные. У меня есть даже большой бокс вот с этими всеми помадами. Но так как вы видите, куча помад всяких разных, да. Просто я, не знаю. Я бы, наверное, вот такую огромную. То есть не такой вот, чтобы вы понимали соотношение. Вот раза три сюда вверх и в ширину раза три. Вот такую большую коробку прозрачную мне бы надо было. Но на самом деле на Алиэкспресс, когда я покупала такую штуку, они достаточно дорогие там. Поэтому лучше взять несколько вот таких в фикс прайсе, чем одну на Алиэкспресс. Да, и здесь есть вмещение для каких-то более широких. А здесь для помад и для кисточек и для всего, в общем-то. Вот, в общем, классная такая штука. Дальше. О, я нашла чёрный топик, кстати. Офигенски. 77 рублей. Мой размер. А, 44 нет. Но он был один. Но 44 тоже вроде ничего. Чёрный топик, это классно. Вообще у меня бежий. Я тут его загоняла. Бежевый топик нашла. Раньше были бежевые, белые и чёрные. Сейчас, к сожалению, только цветастые. У меня их уже море. И когда я вижу чёрный или вот бежевый, то я сразу хватаю. Эп. Естественно, я взяла салфетки свои любимые. Вот эти вот офигенские салфетки. Они очень плотно закрываются. Они не высыхают. И они очень классные и для детей, и для взрослых. Денечки, я взяла книжку «Я и моя дружная семья». Здесь очень классные картинки, яркие. И я думаю... Ну, он любит вообще у меня читать, листать. И я думаю, что он будет и листать, и читать. И здесь как раз-таки вот мальчик, дружная семья. Мне кажется, как раз-таки то, что нужно ему читать. Картинки очень яркие и качественные. А ещё я малышу взяла попробовать. Смотрите, что. Радуга-дуга. Давайте посмотрим, как он на неё отреагирует. Денечка, иди сюда. Смотри, что есть у мамы. Смотри. Это 300-летняя игра вообще. Мама ещё была маленькая в неё игра. Что она какая-то слипшаяся всё. Что такое? О, её вообще нужно вот так по одной. Смотри, День. Радуга-дуга. Радуга-дуга. Иди сюда. Иди, мама, что покажет тебе. День, смотри. Ты-ли-ли-ли. На. Ну, как ты будешь набрать? Бери ручками, смотри. Бери ручкой сюда. На, смотри, бери вот ручкой сюда. А эта ручка сюда. Во. А вот так делай, смотри. Держи. Ну, ты. Бери ручкой сюда. Бери ручкой сюда. О, смотри. Вот так можно. Короче, развлекалочка ему. Маленькие дети. Им постоянно что-то нужно новое. И они с этим интересно играют. Также я взяла ещё две вижу. Два. Вообще их взяла три. Сейчас я ещё один поищу. Нашла. Итак, три вот таких блеска. Они три разных. Эти я ещё не пробовала. Это какой-то витамин чик. Ультра смут. Смут. Шайн лайт хоуайт калор. В общем, такие вот цвета. 68, 42 и 24. Давайте попробуем. Давайте попробуем вот с такого розового сначала, яркого. Опять открывать. Ненавижу открывать. Вот честно, не люблю открывать. Вот когда никуда не спешишь, но перед видео вот эта вот она записывается, а я три часа открываю. Щекаю, да? Супер. Всё. Просто разрываю, как я вам и говорила, на разрыв. Так, пробуем. А где я взяла? Ой, приятный аромат очень. У меня была стёртая помада. Остался, конечно, лёгкий пигмент, но эта помада настолько насыщенная, что она всё, ну, как бы убирает. На самом деле классный, насыщенный цвет. Она такая не сильно мерцающая прям, да? Ну, это блеск, понятное дело. Липковатый, честно скажу. Вот другие блески, которые мы до этого с вами тестировали, у меня есть отдельное видео, они не такие липкие. Эти липковатые прям. Так, давайте следующий. Смотрите на это. Он всё разбросал. Прокладки ему нравятся больше. Так, где влажный стал цепень? Я всегда, когда снимаю видео, у меня здесь Дэнни полный беспредел. То есть здесь бардак такой, и грязище просто невозможное. И когда я заканчиваю снимать, я всё это, конечно, убираю, и у меня уже болит, аж болит спина. Итак, следующее у нас будет номер 68. Кстати, розовая была 24, а теперь 68. Мы пробуем. Ну, это, по-моему, то же самое, да? Нет. Это, кстати, другая. Это был секси колор. Джейн Мишель. Да, она более толстая. А эта подлиннее и более тоненькая. Это вот то, что ультра смуз, чик, шайн. Давайте попробуем. Может, она другая. Тоже приятный запах. Это радует, потому что запах, это важно. Блин, как... Огонь. Ммм, какой цвет, господи. Я надеюсь, Дэня не разгромит мне тут квартиру всю. Короче, чтобы это ровно все накрасить, нужно время долгое. Но просто смотрите, какой яркий цвет. А, я даже не ожидала. На самом деле, здесь как-то думаешь, если он будет проразбросно-дрочноватый, то будет супер, но он просто ядерный, офигеть. Запах классный. Достаточно липкий тоже этот цвет. Но он очень яркий. Он очень классный. Кайф вообще. Я так люблю такие помады. Но это лето, однозначно лето. Вытираем. Так, цвет 68. И остался у нас вот такой цвет темный, 42. Он какой-то коричнево-вишнево-черный. И если он такой же плотный, как и оранжевый, это будет нечто вообще. Это будут реальные находки. Офигены. Он прям гнилая вишня цвет. Посмотрим. Класс. Класс. Единственное, что этими помадами нужно долго выводить контур. Или нужно пользоваться. Помните, в одной из бьюти-коробочек были такие специальные прозрачные штучки, которые нужно наносить. Такой карандаш. Какой-то карандаш восковой. Его нужно было наносить по контуру, для того, чтобы не растекалась помада. И можно было бы контур сделать. Сейчас у меня, конечно, полный беспредел. Но цвет огонь. Просто супер-пупер. Так, дальше мы продолжим. Дэнни, он просто все разбросал. Это невозможно. Последняя осталась покупочка. Это вот такой вот классный-классный. Кстати, кстати, кстати. Вот эту пора постирать. Сейчас я одену и покажу вам. Новый классненький такой чехольчик для подушечки. Он такой, знаете, здесь он прям выпуклый, такие штучки. Мне тоже кажется, что все это отвалится после первой стирки. Я не знаю. На змеечке. С другой стороны подкладочная ткань, такая обычная. Как бы, чтобы на ней спать, нет, скорее она для декора. Конкретного декора. Просто у нас иногда подушечки для того, чтобы на них полежать можно было. Вот, очень красиво. Надо было сразу положить. Ну все, да? Класс. К сожалению, она была там одна. Все, мои хорошие. Я все вам рассказала, все показала. Просто здесь просто ужас. Вы не представляете, какой. Все, короче, что ребенок мог распотрошить, достать, выкинуть, вывернуть и попробовать. Все он это сделал. Поэтому я срочно с вами прощаюсь. Просто помады в классный огонь. Единственное, что они липнут. Это не очень комфортно. Но цвета классные. Если вы блогер, если вы что-то снимаете или для фотосессии, это очень прикольно. Так, вроде бы все. Вроде бы все, девчонкам показала. Дэнни, мне срочно нужно все это убирать. Все, я вас люблю, обнимаю, целую и прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok